Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я Лариса, мне 41 год. У меня проблема в отношении с мужем. Ревнует меня постоянно, звонит, читает переписку, всё читает. Купил я синюю тушь, ему не понравилось, как я её накрасила, сказал вульгарно. Хотел я покрасить волосы в другой цвет, он сказал, что ему не нравится. Меня иногда это так угнетает, что я думаю непроизвольно о разводе с ним. Или сплю в выходной день, он будет меня совсем не беспокоить, я устал за целую неделю, хотел отдохнуть. У него такая особенность, он спит всего 3 часа, но мне этого не хватает, мне очень сложно. Собственно, да, вам уже сказали о том, что как-то вот вы не задали вопрос, вот хотелось бы, чтобы вопрос вы свой задали, хотелось бы, чтобы вы сформулировали. Вот, для нас задачу, которую мы должны решить, ну вот, ну, по-вашему, например, мнению, да, задачу, которую мы должны решить, вот, чтобы вы как-то вот сформулировали какую-то, ну, направленность, да, то есть, что вот мы, по-вашему мнению, да, должны сделать, что мы можем сделать для вас, я имею в виду. Это первое. Второе. Значит, что мне показалось, исходя из вашего текста? Ну, во-первых, мне показалось, что вам как-то очень сильно нужно разрешение своего мужа, вот. То есть, вам, то есть, вам как будто бы нужно его одобрение, вот, а сами вы как-то вот, ну, в этом смысле к себе, ну, вообще не прислушивать. Или, или прислушивать, да, но очень-очень слабо. Вот, это первое, на что хочу обратить внимание. Второе, на что хочу обратить внимание, это то, что, ну, как будто бы у вас, в какой-то мере, в какой-то степени, да, не развитые личные границы. Вот, потому что, то, что делает ваш, ваш муж, ну, вот, как, как вы говорите, да, читает, ну, читает, читает, переписку и так далее, вот, это вот, скорее проблематика ваших личных границ. То есть, вы в какой-то момент ему это позволили делать. Вот, вопрос, конечно, заключается в том, каким образом вы позволили ему это делать. Вопрос, конечно, заключается в том, как вы пришли к этому, к тому, чтобы позволить ему это делать. Вот, и так далее, потому что, ну, сам бы он, ну, вряд ли бы, и начал это делать, да, на постоянной основе, если бы вы ему не позволяли бы, вот. А так получается, что вы ему позволяете, точнее, позволяли, ну, если позволяли, то почему бы в таком случае этого не делать, вот. То есть, здесь, как мне, как мне кажется, в этом смысле все довольно логично, все довольно логично. Вот, поэтому это, вот, в большей степени, наверное, вопрос к вам. Вот. Вы говорите, что он ревнует, да, вы говорите, что он, вот, ну, читает, да, переписки и так далее. А вы сами, вы сами как относитесь к так, ну, к тому, вот, что делаете, да? А, как вы сами относитесь к тому, что у вас, как я понял, есть, ну, внимание других мужчин, вот. То есть, понимаете, как бы, позиция ваша, она, вот, как будто бы такая, такая, знаете, достаточно, ну, зависимая, как будто бы от мужа, вот. Вот, и если вы, ну, ждете от человека какого-то, ну, какого-то, какого-то разрешения, например, да? Вот, то, ну, само собой, человек будет как-то этим, вот, пользоваться, само собой человек будет, ну, как-то вот, ну, вести себя каким-то, каким-то таким образом, вот. На мой взгляд, это, хоть и неприятно, но нормально, вот. Дальше, вы говорите, что думаю о разводе, думаю о разводе. Ну, понятно, потому что вам, вероятно, очевидно, да, что человек, ну, вот, не изменится, вам очевидно, что человек, ну, продвигает какую-то свою позицию, и, в общем-то, меняться не собирается, и, в целом, относится к вам вот так. Вы думаете о разводе, и что дальше-то? То есть, ну, вы думаете о разводе, а это, как бы, остается только мыслями у вас, то есть, дальше, получается, вас попростанавливает. То есть, тут нужно смотреть, да, как вы коммуницируете с человеком, да? Ну, то есть, вот просто, каким образом вы с человеком коммуницируете, как вы устраиваете взаимодействие свое, с, ну, вот, с человеком, вот, и так далее. То есть, это все нужно смотреть. Возможно, действительно, разводиться необходимо, но, то есть, возможно, действительно, разводиться нужно, но, возможно, что и не обязательно. Возможно, что есть шансы, есть ресурсы для того, чтобы отношения сохранить. Но для этого нужно посмотреть, что между вами общего, для этого нужно посмотреть, как бы, остались ли у вас какие-то общие цели, остались ли у вас, что-то, что вас объединяет, и так далее. Вот. Если осталось, если осталось, то можно это постараться аккумулировать, да, и отношения вернуть в свою русскую. Вот. Для человека ревнующего, для того, кто ревнует, конечно, очень важна реакция. То есть, если, грубо говоря, вы начинаете реагировать оправданием, да, если вы пытаетесь оправдываться как-то, то, конечно, это может быть проблемой. Ну, вот, ну, фактически это уже, как бы, проблемой, что вы, если вы оправдываетесь, это уже проблема. И это уже, ну, проблема такая, достаточно серьезная. Вот, потому что, ну, работает это так, что если я оправдываюсь, то я уже, как бы, виноват. Вот. Поэтому реагировать нужно, нужно посмотреть на ваши реакции, в целом, в принципе, посмотреть на то, как вы реагируете. Вот. И вполне возможно реагировать иначе, то есть реагировать тем, что вы чувствуете и так далее. То есть вам необходимо, ну, немножко поменять, пожалуй, свою коммуникацию, то есть то, как вы коммуницируете сейчас. Вот. Потому что мне кажется, что коммуницируете вы, ну, весьма, весьма деструктивно. Вот. На данный момент. Но пугаться этого не стоит, пугаться этого не нужно. Все это, в принципе, можно изменить, да. Главное, чтобы вы этого хотели. Но проблема здесь заключается в том, что вы не задаете вопрос. Вот. Вот. И именно отсутствие вопроса вызывает, как бы, ну, предположение, да, то есть, ну, а чего дальше? То есть, ну, вот. Историю вы рассказали, да. О себе вы, о себе вы рассказали, вот. А дальше что? Вот. Ну, на мужа, на мужа, да, ну, пожаловались на мужа. А что дальше? Вот. То есть, как бы, понимаете, штука в том, что, пожаловавшись на человека, вы ситуацию не исправите. Вот. Вы сейчас говорите, ну, по сути, о том, как он вас не устраивает. Вот. Ээээ... И для нас... Для нас... Эээ... Очень эээ... Существенным является вопрос о том, ну, как бы, хорошо. Он вас не устраивает... По какой-то причине. Вот. А что вы, как вы-то с этим обращаетесь, что он вас не устраивает, понимаете, вот, что вы с этим делаете, что он вас не устраивает, как давно это началось, то есть, ну, было ли, было ли так всегда, что он вас, ну, не устраивал, и вы терпели, а сейчас, например, что-то изменилось, и вам терпеть больше не хочется. Или это началось после какого-то, ну, момента, то есть, это началось вот, ну, в какой-то определенный момент вашей жизни, что он начал вас не устраивать. То есть, это вот такие, такие нюансы, да, на которые, как мне, ну, как мне кажется, вы сами внимание-то свое не обратите, потому что вы уже находитесь, так скажем, в определенной ситуации, и просто не обращаете внимания на это, вот. Быть может, вам страшно разводиться, то есть, ну, например, вы вот вроде бы и хотели бы, да, допустим, но вам страшно, вы думаете, типа, там, и что я буду делать, куда я пойду, там, мне 40 лет, как бы, и так далее. То есть, это же то, что составляет суть, как бы, вашей жизни, вот. И, на мой взгляд, ну, нужно, нужно предельно честно стараться смотреть на это, потому что, ну, вы же выбираете, как жить, вы тратите время, там, условно говоря, на человека, да, вы тратите время на того, кто вас не ценит, вы как-то реагируете, вы почему-то хотите ему угодить, то есть, такое ощущение, да, что, ну, как бы, делаете вы это, вот, не для себя, то есть, вот, грубо говоря, ну, краситесь, да, не для себя, вот, а как будто бы, ну, как будто бы для него, вот. Вот, и это, вот, как мне кажется, тоже такой, ну, важный момент, потому что, если, если человек, вот как-то чувствует, ощущает, ну, вот, что вы, там, ну, что вы зависите от него как-то и так далее, то, конечно, появляется ощущение силы, появляется ощущение власти, вот, над вами, и хочется вас, вас, ну, вас хочется контролировать, к сожалению, вот. То есть, это, конечно, это, конечно, все очень неприятно, то, о чем, то, о чем, ну, то, о чем я говорю, это все очень неприятно, но давайте постараемся смотреть, ну, как бы, правде в глаза, да, давайте постараемся видеть, видеть так, как, так, как есть. Вот, на мой взгляд, это лучший способ, начать в этой ситуации ориентироваться. Вот, еще один, как мне кажется, важный момент заключается в том, что вы, вероятно, ждете, что человек изменится. То есть, это, вот, довольно такая, ну, довольно распространенная история, когда, ну, человек, как бы, ждет, вот, ждет, что другой, кто-то поймет, понимаете, вот, а другой, он, ну, вот, не понимает, другой, вот, он, как-то, вот, ему хорошо, да, он не понимает. И, все, и, так, ну, так можно прождать очень долго. Вот, еще один важный момент, вы говорите, что вы устаете, да, вы говорите о том, что, ну, что вам тяжело, а вот тот же момент, ну, как бы, как, как формируется ваша, в этом смысле усталость. То есть, получается, что, что вы не очень, как бы, ну, своей жизнью довольны, получается. То есть, получается, что вы, как бы, не очень, ну, реализуетесь. Вот, ну, так это, по крайней мере, выглядит. А если это так, если это так, если я прав, если я прав, вот, то это повод, хороший повод, то же, вот, в какой-то степени, да, пересмотреть свою жизнь, вот, и начать как-то действовать, ну, по-другому еще более, более, более заботливо, ну, по отношению к, по отношению к себе. Вот, поэтому тут, вот, много, много довольно есть таких нюансов, да, которые хочется обратить вам внимание. Ну, ва, ну, ва, ну, ва, ну, ва, 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 ваше внимание, да, вот, потому что упустить какие-то детали, в общем-то, достаточно легко. Именно, вот, упустить, а потом, ну, как бы, потом, да, вот, что потом делать. Вот, поэтому я, я бы, я думаю, что, эээ, такой ответ вам можно плюс-минус дать. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это вам позволит начать над собой, над собой работу. Это позволит вам, эээ, ну, хочется верить, да, лучше, эээ, как-то вот, эээ, лучше в себе разбираться. Это позволит вам, эээ, увидеть, эээ, увидеть какие-то важные, важные вещи в, ээээ, ну, вот, в своей, в своей жизни. Вот, и вы решите дальше уже, как, как вам поступать. То есть определитесь именно, эээ, ну, именно с, эээ, именно с, эээ, с целью своей, как бы, определитесь, да? Вот, определитесь, эээ, с тем, что, эээ, что вам нужно. Эээ, вот, а мы вам, в принципе, му, ну, вполне можем, эээ, подсказать, как двигаться дальше. Эээ, вот, вот, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ, эээ, был вам полезен. Я надеюсь, что, эээ, мой ответ был вам интересен. Я буду вам благодарен очень за обратную связь, эээ, по, ну, по нему, по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. А, желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь. Спасибо.